В последний выходной, 8 января, в Рязани произошло трагическое ДТП. Водитель автобуса «Мерседес Бенц» не заметил остановившегося пропустить пешехода «Киа Рио». Произошло столкновение. Машина по инерции выехала на пешеходный переход. Под ее колеса попала 36-летняя женщина. В праздничные и выходные дни произошел ряд аварий на трассах. 4 января на трассе «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» в Касимовском районе фургон столкнулся с фурой и улетел в кювет. На той же трассе 5 января водитель «Киа» выехал на полосу встречного движения, из-за чего произошло столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем «Ниссан». В результате происшествия водителям и ехавшим с ним двум пассажирам понадобилась медицинская помощь. Еще одно ДТП с пострадавшими, но уже в Рязани. 46-летний рязанец, управляя автомобилем «Лада Веста», двигаясь в направлении Московского шоссе, совершил наезд на 69-летнюю жительницу Московской области, переходившую проезжую часть, по предварительным данным, вне пешеходного перехода. В результате происшествия пенсионерка обращалась за медицинской помощью. Итог праздничных выходных. 25 ДТП, в которых 4 человека погибли и 35 получили травмы. В травмпункты в Рязани обращались и жители с типично новогодними травмами. 11 контузий глаза, одна из которых была получена пробкой от шампанского. Две из-за неправильного обращения с петардами. Празднование закончилась трагедией для троих любителей спиртного. После совместного распития в одной из квартир дома на улице Старореченской в Рязани двое мужчин избили знакомого, которого заподозрили в кураже мобильного телефона и денег. От полученных телесных повреждений 49-летний мужчина спустя некоторое время скончался в больнице. Сейчас подозреваемые задержаны. В самое ближайшее время будет решен вопрос об избрании. В отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Не обошлось без пожаров. В Рязанской области огнем уничтожено и повреждено 26 строений и 3 единицы техники. 1 января во время пожара в квартире на Касиновском шоссе погиб мужчина. 8 января во время пожара в жилом доме в поселке Борки погибла женщина. Фактами гибели занимается Следственный комитет.